Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, то традиционно для этого дня мы проведем вебинар, правильный понедельник, причем тему этого вебинара предлагаю определить вам. В нашем телеграм-канале мы запустим голосование, предложим несколько тем на выбор. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, сегодня станет центральной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, вкратце, это неделя. Какие отчеты будут нам интересны? Во-первых, завтра это протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии. Мы некоторое время назад австралийский доллар добавили в наш портфель, потому что разглядели потенциал роста в этом инструменте, учитывая прежнее решение регулятора поднять процентную ставку на 25 байсных понтов. И я все еще полагаю, что в декабре регулятор может пойти еще дальше на дополнительный шаг по ужесточению политики и разогнать в итоге ключевую процентную ставку до 4,6%. Далее в среду ждем блок статистики США. Это заказан товар длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице и мичиганский индекс доверия потребителей. Обычно некоторые из этих релизов мы разбираем в четверг и в пятницу, но эта неделя не совсем обычная с точки зрения выхода основных и ключевых фундаментальных событий, потому что в четверг отмечается День Благодарения в США и, соответственно, рынки будут закрыты. В четверг, когда рынки в США будут закрыты, у нас будет возможность проанализировать индексы активности производственного сектора, промышленного сектора, сферу услуг и строительного сектора по еврозоне и английской экономике. И в пятницу еще под закрытие недели индексы PMI США, тоже активность в производственном секторе и сферу услуг. Да, не такая насыщенная неделя, как та, которая была на прошлой и, соответственно, то есть не такие значимые фундаментальные отчеты, но все-таки будет за что зацепиться и что проанализировать, чтобы уточнить собственные представления об экономических перспективах отдельных регионов. Давайте по порядку. Индекс доллара текущей котировки 103.52. Доллар остается под давлением в соответствии с нашим прогнозом, то что американский доллар будет снижаться, исходя из того фундаментального фона, который сложился. Ну, учитывая значительное снижение инфляционного давления, действительно путь для доллара только один. Это на новые минимумы, куда, собственно, американская валюта движется сегодня с азиатской сессией. Напомню, что индекс потребительских цен в США в прошлом месяце замедлился с 3,7 до 3,2%. Плюс ко всему, после выхода данных основного индекса потребительских цен, мы с вами проанализировали еще и промышленную инфляцию, там были схожие значения в плане значительной нисходящей динамики, потому что было зафиксировано снижение с 2,2 до 1,3%. Многие мои коллеги считают, что промышленная инфляция – это опережающий индикатор последующего снижения основного индекса потребительских цен. Если чуть копнуть эту тему, я, в принципе, с этим согласен, потому что промышленные предприятия первыми реагируют на меняющийся спрос на внутреннем рынке. И, соответственно, если они пришли к выводу, что в текущих условиях имеет смысл замедлить темпы повышения отпускных цен, то это может действительно быть сигналом того, что ровно через месяц мы увидим еще более низкие значения по основному индексу потребительских цен США. На данных по инфляции, опять же, фон, скажем так, негативный для доллара не закончился, потому что были еще слабые данные по промышленному производству, которое просело в США на 0,6%. Удивительная динамика. Я, честно говоря, думал, что промышленный сектор сможет удержаться на положительной территории. И первичные заявки на пособие по безработице тоже индикатор роста инфляции, то есть состояние американского рынка труда. Если мы будем и дальше получать признаки роста количества первичных заявок на пособие по безработице, все это будет конвертироваться в цифры выше 230 тысяч обращений за неделю, можно будет говорить, что рынок труда действительно перешел в такую фазу охлаждения, и за этим должно будет последовать дополнительное снижение инфляционного давления. Комментарий Лоретты Мейстера, это голосующий член американского регулятора следующего формата, что ни в коем случае нельзя игнорировать данные по инфляции, и Федрезерву нужно делать правильные выводы на основании того, что индекс потребительских цен очевидно продолжает оставаться в траектории тенденции снижения. Поэтому главный вывод, который сделали все трейдеры после выхода макроэкономических данных в США на прошлой неделе, это то, что американский регулятор откажется от дальнейшего ужесточения монетарной политики. И практически 100% экспертов уверены, что ставка уже не будет повышена, и на одном из ближайших заседаний ФРС начнет сигнализировать уже или официально объявлять о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики. Поэтому, друзья, индекс доллара настроен на дальнейшее снижение, будем ждать новые локальные и многомесячные минимумы. Золото 1980 долларов за тройскую унцию, потенциал роста в район 2000 сохраняется. Чуть-чуть не добили мы в конце прошлой недели, но, может быть, рынку требуется чуть больше времени, потому что мы прям уже так нагло начали рассчитывать на то, что золото сможет уйти к этой психологической планке за очень короткий промежуток времени. Условия на рынке на данный момент по-прежнему в пользу покупателей. Во-первых, рыночный сантимент, 35% трейдеров, то есть меньшинство, находится в длинных позициях. Доходность американских облигаций снижается. Десятилетки, текущие доходы 4,45, это минимальное значение с конца, по-моему, сентября или даже августа. Ну, двухлетние облигации точно сейчас котируются на минимумах на август, 4,88%. И это оказывает поддержку рынку драгоценных металлов. Я думаю, что на этой неделе ситуация вряд ли изменится, поэтому, учитывая, что до психологической планки остается 20 долларов, рынок может настроиться на движение к этому уровню. По другим финансовым активам евро против доллара и британская валюта против американского доллара. Эти инструменты я пока не добавляю в портфель, потому что мы делаем большой акцент на фундаментальный фон и сейчас понимаем, что фундамент европейского и британского происхождения вообще не имеет никакого значения в формировании рыночных настроений. Эти дуэты активов движутся только лишь под воздействием курса американского доллара. Опять же, посмотрите макроэкономические отчеты прошлой недели по еврозоне, чего стоит только снижение ВВП в квартальном выражении в третьем квартале на 0,1%. И сейчас евро уже претендует на движение к уровню 1,10. По британской валюте в пятницу вышло число отчет по рыночным продажам. И на этом фоне, опять же, фунт удержался на локальных максимумах и сегодня продолжает расти. Согласитесь, что это довольно странно. Поэтому подождем более-менее стабилизации ситуации. Может быть, мы настолько убедимся в потенциале снижения доллара, что в конечном счете поставим только лишь на доллар, как основной триггер движения всех прочих финансовых активов. Но сейчас я этого делать не хочу. Если, например, австралийцы против доллара, где фундаментальный фонд по Австралии как раз располагает к тому, чтобы сейчас австралийцы покупать. Он интереснее даже, чем по доллару. Во-первых, это данные по инфляции в Австралии, где, в отличие от США, где фиксируются признаки замедления, в Австралии она, напротив, растет. В третьем квартале рост на 0,8% до 1,2%. Заработные платы прибавили на 1,3% против прошлого значения на 0,9%. В годовом выражении заработные платы выросли на 4%. Рынок труда прогрессирует. Количество новых рабочих мест 55 тысяч. Это тоже фактически задело на то, чтобы инфляция осталась повышенной. И, как я отметил в самом начале своего выступления, по Резервному банку Австралии я очень жду еще одно повышение ставки до 4,6%. И завтра, когда выйдут протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии, мы можем получить сигнал в пользу того, что такое решение действительно будет принято. И что касается рынка нефти, 81 доллар сейчас по баррелю. Видим, что котировки восстанавливаются, бренды обьютия и схожая динамика. Самое важное событие этой недели для нефтянки. Это 25 ноября, фактически суббота, заседание ОПЕК. И от того, какое решение там будет принято, от этого будет зависеть дальнейшая динамика. Учитывая, что котировки сильно поджимают в последнее время, я думаю, что страны ОПЕК могут, если не согласовать дополнительное снижение объема нефтедобычи, то явно дать рынку сигнал о готовности сделать это, если, например, увидят дополнительные признаки снижения спроса. Полагаю, что такого рода комментарий может оказать только один эффект, положительный, на котировки и поспособствовать тому, чтобы бренд восстановился снова в район 85 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!